Здравствуйте! Это программа «Город Ась» и я Елена Черневская. 20 лет назад в Самаре был открыт Центр по работе с ветеранами, инвалидами и пожилыми людьми «Дворец ветеранов». Сегодня он стал настоящим центром притяжения для людей серебряного возраста. Со всего города сюда приезжает, чтобы вместе с друзьями, единомышленниками заняться любимым делом, познать что-то новое или просто пообщаться. Вот о том, чем живет Самарский дворец ветеранов сегодня, какие планы, я поговорю с ее директором Ольгой Николаевной Барановой. Здравствуйте, Ольга Николаевна! Добрый день! Приветствую вас, очень рада видеть. Ну, несмотря, конечно, на все ограничения и непростое сегодня время, у вас люди серебряного возраста, да, это понятно, что самоизоляция. Но, тем не менее, давайте сейчас поговорим все-таки о прошедшем юбилее, круглая дата, вернее, 20 лет. Какими проектами ознаменовалась эта дата? Действительно, в этом году, в мае, 9 мая мы отметили свое 20-летие. И к этой дате мы шли на протяжении, вот я директором являюсь 14 лет, и, собственно, именно тогда началась такая серьезная глубокая работа по созданию системы поддержки людей уже взрослых, серебряного возраста, по поддержке активного долголетия пожилых людей. И с тех пор родилось множество проектов, мероприятий, направлений, которые адресованы самым разным слоям населения и самым разным интересам людей пожилого возраста. Среди таких знаковых проектов, наверное, сегодняшний день, я могу сказать, проект «Ветеранская книга рекордов». Этот проект родился в 2012 году, и идея его связана с тем, чтобы рассказать и найти людей, которые после выхода на пенсию не замкнулись в стенах своей квартиры, в своих каких-то домашних делах, а нашли себе занятия по душе, занялись общественной работой, творчеством, спортом и так далее. И оказалось, что да, действительно, в нашем городе живет очень много достойных людей, которые решили использовать время пенсионное как новый этап в жизни для собственного развития и для того, чтобы принести пользу людям и обществу. И с тех пор уже подготовлено 8 сборников «Ветеранской книги рекордов». Самары, да? Самары, то есть жители Самары. И на сегодняшний день я, вот по моей информации, аналогов этому проекту нет. Вот, и, собственно, это особая гордость. Срочно патентуйте, Ольга Николаевна. Да-да-да, особая гордость. И вот в этом году в рамках празднования Дня пожилого человека мы презентовали новый, 8-й сборник достижений граждан пожилого возраста, жителей нашей любимой Самары, который называется «Им возраст не мешает созидать». Вот вы сейчас их принесли с собой, покажите хотя бы несколько штук, да, как они выглядят. Вот это последний как раз сборник «Им возраст не мешает созидать». Здесь рассказ о 24-х наших земляках, которых в нескольких номинациях стали лауреатом нашего проекта. Пожалуйста, расскажите, что это за номинация, достойная такого громкого названия, почетного Гиннеса. Да. Ну вот в частности номинация «Растим патриотов». Это рассказ о людях, которые занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения, ведя общественную работу, встречаясь с молодежью, проводя уроки мужества. Люди, которые стали инициатором возведения памятников, написания книг и так далее. Среди лауреатов, вот мне бы хотелось назвать Эдуард Брониславович Марчик. Это заместитель председателя городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Это человек, который стоял у истоков создания и открытия музея жертвам и защитникам Ленинграда, которые открыли в Парке Победы. Это человек, автор сборников, которые выпускала организация к разным датам. Среди наших лауреатов Андрей Владимирович Мастерков. Это лидер боевого братства, рулевой боевого братства. Человек, который также проводит очень большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он военный ветеран. Он военный ветеран. Иосиф Иванович Коберский, Александр Иванович Баранов и так далее. То есть это лауреаты в номинации «Растим патриотов». Не менее знаковая, значимая номинация – это «Золотые долгожители». То есть люди, которым 80+, но которые до сих пор в строю, которые не только занимаются какой-то личной жизнью, воспитанием внуков-правнуков, но и проводят такую большую, широкую общественную работу. Среди лауреатов Алла Александровна Примак. Материал про нее называется «Эликсир бодрости». То есть это активист Дворца ветеранов. То есть она практически с основания Дворца пришла к нам. И это был человек, которого в 2007 году я запомнила особенно, потому что она всегда, вот когда я ее вижу, она с сумками. Такая энергичная, бодрая. И я задалась мыслью, ну вот, Алла Александровна, вы приходите к нам, почему с сумками? Она мне говорит, Ольга Николаевна, а я вот у меня с утра, я занимаюсь в художественной студии, потом у меня репетиция в хореографическом коллективе, а вечером у меня выступление. Поэтому человек, который вот буквально придя с утра во Дворец... 24 на 7 активный, да? 24 на 7, да. И причем действительно и такие очень хорошие, серьезные достижения имеет, как художник. Например, руководитель студии, наше изобразительного творчества, говорит про Аллу Александровну, что у нее особый взгляд, особое чувство цвета. Человек, который никогда не рисовал. И придя вот во Дворец, на сегодняшний день у нее готовы персональные выставки. Она участвует на разных площадках, в сборных выставках. Человек, который танцует, человек, который поет. Вот золотой долгожитель. Или, например, Галина Яковлевна Ремезенко, она, материал про нее называется «Хозяйка красивого дома». Галина Яковлевна старшая по дому, партизанская 202. И именно при старании Галины Яковлевны этот дом является лучшим в советском районе. То есть и цветы, и мероприятия. Ну и цветопредворовая территория, конечно. Да, в том числе, конечно, прилежащая к территории, к дому. И сам дом в очень хорошем состоянии. Человек, который ведет за собой. Инициатор полезного дела. Здесь Альбина Михайловна Липатова. Человек, известный в нашем городе, краевед, которая после выхода на пенсию взяла на себя такую миссию рассказать горожанам о городе. И благодаря стараниям Альбины Михайловны родились, например, книга «Самарские улицы Мина», которая рассказывает про название наших улиц и так далее. Альбина Михайловна участвует в конференциях, до сих пор ведет широкую поисковую работу. Владимир Васильевич Банников. Это председатель общественной организации ветеранов войны и труда Самарского района. То есть Владимир Васильевич выступил с инициативой создания музея своей организации. И этот музей был открыт. Замечательный музей. Пудова Наталья Григорьевна, Пермякова Ольга Ивановна и так далее. Еще особая номинация, особые люди за гранью возможного. То есть это те, кто, имея ограничения в здоровье, занимаются спортом, занимаются творчеством, ведут за собой. То есть это люди-инвалиды, но они не закрылись в своих проблемах, а именно являются вот такими движущими силами многих проектов инициатив в нашем городе. Вершины творчества. Среди лауреатов Владимир Ильич Никитин, мастер хорового пения, который ему тоже самому уже глубоко 70+. Но он является руководителем пяти хоровых ветеранских коллективов нашего города. Эти хоровые коллективы не только представляют творчество где-то на каких-то дворовых праздниках в своих микрорайонах. Они являются победителями, в том числе и международных конкурсов. И это ветеранские хоровые коллективы. Среди лауреатов Митрофанов Евгений Николаевич, самодеятельный композитор, который пишет музыку, участвует в благотворительных концертах и так далее. Очень много людей, про которых не только хочется рассказать, чтобы люди о них узнали, но именно они являются теми звездами, на которых нужно равняться, на которых нужно ориентироваться. И это яркие такие образцы именно активного долголетия. Мы в нашем дворце всегда говорим о том, что жить можно активно и творчески в любом возрасте. Главное иметь желание, иметь интерес и знать, куда обратиться с тем, чтобы эти интересы были поддержаны, чтобы им оказана была максимально возможная помощь, участие. И это на сегодня дворец ветеранов. Ну и конечно еще, чтобы все свои желания и возможности воплощать в жизнь, нужно все-таки в преклонном возрасте здоровье. А для этого нужно, конечно, о себе позаботиться. Но не отходя от праздничной даты, давайте мы посмотрим сюжет. Который сняли наши корреспонденты. Немножечко вспомним, как прошел ваш юбилей. С удовольствием. Да, пожалуйста, давайте посмотрим. Здесь утро начинается с зарядки, продолжается на пленэре, а юбилейную дату отмечают танцем и песнями авторского сочинения. Для Ольги Пермяковой «Дворец ветеранов» это вторая семья, второй дом и возможность заниматься любимым делом, на которое до пенсии времени не хватало. Бывший педагог энергетического колледжа, участница сразу двух творческих коллективов. На сцену мама и бабушка выходят не только сама. К участию в концертах привлекает внуков. У представительницы серебряного возраста их уже семеро. Сюда тянет, сюда хочется идти, потому что сидеть на лавочке, грызть семечки, сегодня это не для нас. Можно танцевать, можно петь, можно читать стихи, можно играть сценки. То есть очень большое количество интересных мероприятий. А можно просто прийти во «Дворец ветеранов» за помощью – юридической, психологической и даже социальной. Сотрудники Дома культуры помогают людям старшего поколения осваивать гаджеты, заводить странички в социальных сетях и учат снимать и монтировать видео для того, чтобы быть с молодежью на одной волне. Ежегодно «Дворец ветеранов» принимает до 60 тысяч человек, которых объединяет общие интересы и стремление к общению. Жизнь после пенсии только начинается. Это главный посыл, которым живут наши ветераны. Потому что на сегодняшний день практически любой интерес мы можем удовлетворить. Группы здоровья, хореографические, вокальные коллективы. Во «Дворце ветеранов» есть студии мультипликации, художественного слова и изобразительного творчества. В последнюю учат рисовать даже тех, кто всю жизнь думал, что с кистью и красками никогда не поладят. В итоге получается и весьма атмосферно. Почему еду рисуют? Потому что она вкусная, хочет съесть и сама получается сочно. А потом уходим на пейзажи. Юбилейный день участники творческих коллективов отметили также ярко и сочно, представив гостям концертную программу, не чуть не хуже профессиональной. Зрители смогли увидеть не только песни и танцевальные номера. Слова благодарности за ежедневный труд вокалистам и танцорам, представителям серебряного возраста выразили глава Самары Елена Лапушкина и сотрудники администрации города. Празднование юбилейной даты прошло с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Не обращайте внимания, на годы, которые летят, безусловно, и дворец ветеранов, ему будет и 25, и 50 лет, ему будет и 100 лет, главное в душе оставаться юным, и человек, который желает развиваться, желает жить активно и радостно. Спасибо вам, конечно, за ваш огромный добросовестный, результативный труд, который вас заключает. Мы сегодня по-прежнему в основном пользуемся результатом вашего труда. Вспоминаем, благодарим, ну и, конечно, приумножаем. Настоящему дому для людей старшего поколения сегодня заслуженно вручают награды. За 20 лет своего существования необходимую поддержку и помощь здесь получили сотни тысяч пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Новых друзей и семью обрели даже те, кому мечта о родной душе и близких людях казалась несбыточной. Хорошо, расскажите, пожалуйста, о еще тех проектах, которые вы реализуете в течение года. Вот я знаю, никто не забыт, Самарская вишня, Красная гвоздика. Какими еще достойными проектами хочется сегодня, и это не для красного словца, я скажу, похвалиться, Львы Николаевны? Вы знаете, Елена, любой проект, он возникает потому, что к нам обращаются люди, которые хотят в каких-то направлениях либо развиваться, либо получить информацию, либо найти единомышленников, найти помощь, поддержку. И каждое мероприятие, каждый проект, он особо значим для нас и любим. Вы назвали наши фестивали и конкурсы, которые уже имеют историю развития более чем 10 лет. И они собирают вокруг себя любителей русского народного творчества. Патриотическая тема всегда присутствует в наших мероприятиях. Среди проектов, которыми мы гордимся, и вот за эту 20-летнюю историю можем сказать, что да, это серьезные достижения, это наши музеи. Их на сегодняшний день у нас 4, один из них виртуальный. Но вот этот, среди вот таких знаковых музеев, это музей малолетних узников фашистских концлагерей «Непокоренное». Это тот музей, который был создан, они все располагаются на базе дворца, с участием непосредственных участников тех событий малолетних узников. И слубы, и слова благодарности Зинаиде Петровне Галушка, Людмиле Михайловне Голодяевской, Алине Раводиной. То есть это люди уже ушедшие. Вот Зинаиде Петровне у нас, слава богу, жива, мы ей звоним, узнаем, но все меньше таких людей остается. И этот музей имеет особую такую нагрузку и смысловую, и эмоциональную. Очень замечательно сейчас подхватили инициативу проведения экскурсии, исследовательской работы сотрудники дворца. Поэтому это вот тот ресурс, которым мы гордимся. В год 75-летия мы открыли новый музей культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945 годы. И действительно тоже уникальный получился музей, который объединяет и ту информацию, что Куйбышев стал запасной столицей СССР, но также и то, что Куйбышев в те годы стал культурной столицей всего СССР. Ну и, конечно, осуществление, я так думаю, подтвердите вы мои слова или опровергните, невозможна реализация тех проектов и той прекрасной и, самое главное, долгой жизни дворца без поддержки наших властей, администрации города Самара. Конечно. Да, вот расскажите, чувствуете ли вы себя защищенными, вот особенно в такое непростое время? Елена, безусловно, только при поддержке администрации нашего города, департамента опеки, попечительства и социальной защиты администрации городского округа Самара, в том числе и финансовой. То есть дворец ветеранов является исполнителем муниципальной программы городского округа Самара, социальная поддержка ветеранов-инвалидов, граждан пожилого возраста. То есть это финансовая поддержка наших мероприятий, это приобретение, вот тот же сборник, ветеранская книга рекордов, издан на средства муниципальной программы. Шахматный турнир в рамках муниципальной программы, фестивали «Никто не забыт», о которых вы сказали, «Самарская вишня». Это все в рамках финансирования. Но это, конечно, и информационная поддержка, это участие главы города Елены Владимировны Лапушкиной в наших мероприятиях, в том числе в мероприятиях по упразднованию 20-летия. Елена Владимировна была с нами, и нам было очень приятно, что нас видят, нас слышат, всячески поддерживают. И очень приятно было говорить и гордиться нашими достижениями, нашими результатами, которые вот за 20 лет появились у нас. Понимать, что вот те направления развития, которые во дворце идут, они нужны, они важны, востребованы. И, конечно, каждый раз вот это особо, все мероприятия, они особо трепетны, особо эмоциональны. И когда видишь глаза пожилых людей, которые уходят с наших мероприятий, понимаешь, насколько это важно, насколько это нужно. И, Елена, вот наше глубокое убеждение, что именно человек в пожилом возрасте нуждается в том, чтобы ему помогали и всячески поддерживали его. Поэтому этот вектор мы очень четко держим, выполняем. И очень приятно, что власть нас в этом поддерживает. Хорошо. Скажите, пожалуйста, абсолютно ли каждый пожилой человек может стать вашим гостем, вашим партнером, вашим участником коллектива? Как можно раскрыть талант пожилого человека, если вот он пришел, ну, даже просто пообщаться у дворец ветеран? Совершенно любой житель нашего города, имеющий возможность приехать к нам, позвонить по телефону, посетить соцсети официальные, в сети интернет, наш сайт, наши ресурсы, может стать участником всех наших мероприятий. И в зависимости от того, с чем пришел к нам человек, нуждается ли он в помощи, тогда это психолог, это юрисконсульт, нуждается ли он в поддержке, тогда это работа клубных формирований. Либо человек нуждается в самореализации, в собственной, в творческой, тогда это многочисленные творческие коллективы дворца, среди которых три имеют звание народный. Достаточно человеку знать, что мы находимся в парке Победы, знать наши телефоны, то есть мы готовы предоставить любую информацию про все наши мероприятия. Если есть возможность выхода в интернет, Самарский дворец ветеранов, любой поисковой сети, это и Одноклассники, и ВКонтакте, Ютуб-канал, это официальный сайт нашего дворца. Вся информация, видеоресурсы, онлайн-трансляции мероприятий, газеты в электронном виде, 3D-туры по нашим музеям, все это доступно. Поэтому главное захотеть, захотеть выйти из своей квартиры и найти единомышленников. Ну, понятное дело, что до праздников у нас сейчас все и развлекательные в том числе, организации закрыты. Скажите, потом, если будет все хорошо, и ПИД-обстановка войдет в нормальное русло, вы будете работать, какие условия для прихода к вам у пожилых людей? Ну, понятно, что как бы все бесплатно, да, но здесь все-таки стоит об этом сказать, что мало ли, да, кто-то об этом не знает. Но вот все-таки привит, не привит, QR-код, вот расскажите, чтобы просто было понятно. Да, мы выполняем все рекомендации Роспотребнадзора, постановления нашего губернатора и вот уже до вынужденных выходных посещение наших мероприятий при наличии сертификата о прививках, QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе. То есть это есть. Мы поддерживаем это целиком полностью, потому что очень заботимся о здоровье и самочувствии наших посетителей, с тем, чтобы никто, не дай бог, не заразился и так далее. Все это очень четко выполняется, все рекомендации. Если у человека на данный момент нет прививки, ну, во-первых, я советую это сделать. Это защита, это гарантия того, что мы справимся с этим бедствием. Но также хочу сказать, что у вас есть возможность участия в наших мероприятиях в сети интернет. Поэтому ищите нас, смотрите нас, участвуйте в наших мероприятиях онлайн, либо смотрите записи. То есть в любом случае мы к вам придем только посредством дистанционных технологий. Хорошо. А сейчас я предлагаю послушать пожилых людей, узнать их отзывы, что же они думают о Самарском дворце ветеранов. Давайте все вместе послушаем. Дворец ветеранов в моей жизни – это возможность проявить себя. И уже не можешь без дворца ветеранов. Оно как твой родной дом стал. Удивительное отношение к людям, что для нас такой сказочный дворец, действительно дворец. Я встретила таких душевных людей, которые отзывчивые, сами всегда вежливо относятся, на все вопросы отвечают конкретно, точно. Так много друзей нашла. Я так рада, что сюда попала. Те люди, которые рисуют, поют, даже занимаются гимнастикой, все равно они находят здесь такую душевную гармонию. Началось у меня знакомство с компьютерных курсов, как ни странно. А потом я узнала, что здесь есть и кружок танцев, и изобразительного искусства. И студия «Дебют» мне очень понравился. И я начала заниматься театральной деятельностью. Но я хочу сказать, что вот в других городах, где я бывала и рассказывала людям, что у нас есть такой дворец, мне не верят. Говорят, неужели у вас есть такой дворец, и вы там бесплатно занимаетесь? Я говорю, да, ну надо же, как вам повезло. И поэтому я очень довольна. Что самое интересное, оказывается, вот я в театре, отвел с меня талант. Я пишу ей сценарий, по которому, в общем-то, все людям нравятся и ставят все-таки. А что это самое главное, что есть? Ну и хорошие люди, самое главное общение. Вот и все. Желаю всем удачи, здоровья. Дворец для нас – это возможность строить радость себе и людям. Ольга Николаевна, ну вот быстро так пролетело время и завершается наш с вами разговор. А вы знаете, у меня к вам вот лично какой вопрос. Ведь у вас, согласитесь, очень сложная, беспокойная работа. Она очень ответственная, потому что вы работаете в первую очередь с пожилыми людьми, у которых, ну ведь не с даром, да, есть поговорка старой, что малой. И некоторые вот даже и капризничают, да. Скажите, а вот лично приносит вам от работы радость, Ольга Николаевна? Елена, могу сказать, что я очень горжусь тем, что я работаю во Дворце ветеранов. Вот я уже говорила о том, что я работаю там с 2007 года, и пришла я из образования. То есть первое базовое мое образование – учитель начальных классов. И когда меня сейчас спрашивают, ну как же вот вроде от детей к пожилым людям. Вы знаете, так получилось, что эта работа не только любимая, она и мне позволяет ежедневно учиться, ежедневно развиваться, ежедневно искать новое в своей работе, в новых проектах и так далее. То есть, вы знаете, известная фраза «счастье, когда ты идешь», счастье – это когда ты с радостью идешь утром на работу, а вечером домой. Я каждый свой день рабочий встречаю с радостью, потому что меня встречает мой коллектив. Это 64 человека, профессионала своего дела, но у нас нет посторонних людей, у нас нет случайных людей, это особенные люди с большим сердцем, с большим желанием свою работу делать так, чтобы максимально было тепло и комфортно у нас, и максимально помочь. Потому что я иду с большой радостью на работу, потому что меня встречают наши ветераны. Вы знаете, это особые люди, за плечами которых большая жизнь, большая работа, где-то это страдания, где-то это переживания и так далее. Но вот они пришли к нам, и я понимаю, что они пришли с тем, чтобы получить у нас вот то тепло, то участие, которое часто они и дома не получают. Получить жизнь, Ольга Николаевна. Получить жизнь, получить стимул для жизни, понять, что действительно пожилой возраст – это не приговор. Это возможность использовать свободное время, появившееся на пенсии, для себя. Для себя, для развития, для радости, для общения, для тепла. Поэтому приходите к нам, приходите, призвоните, смотрите нас в интернете. Мы сделаем все возможное для того, чтобы вам у нас было хорошо. Ну, а мне остается добавить, пусть будет только так и никак иначе. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эс». Берегите себя. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова